Друзья, наша игрушка стартует, и хочу сказать, что еще стартовало у нас в Республике с 3 мая по 1 июня. Проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних». Эту акцию, конечно же, проводит МЧС, и в рамках этого мы сейчас разыграем очень классные подарки. А это я просто уже горю желанием перечислить, потому что у меня у самой загорелись глаза. Это раскраска для детей, это расписание занятий, это уроки безопасности, учимся играя с Филькой и его друзьями. Плюс к этому ко всему еще пожарный извещатель, и самое интересное для детей – это карточка в «Дети. Едь», на которой уже лежат денежки. Вы можете просто приходить и классно проводить время с детьми. Для того, чтобы весь этот набор подарков, просто эту вот огромную кучу подарков выиграть, вам надо дозвониться нам в студию прямого эфира. А номер это 336-4275, код 29, это А1. И еще раз повторяю, 336-4275, код 29, либо городской, если у вас рядышком сейчас городской телефон. 630-620. Да, если звоните с мобильного, то код 232-630-620. Вы в студии прямого эфира, отвечайте на нас вопрос и забирайте эту огромную кучу подарков. Кстати, что хочется отметить, что, в принципе, если даже у вас нет детей, с которыми можно сходить в тот же детский центр, то у вас есть пожарный извещатель, как для вас, да? Ну, либо если у вас есть племянники, крестники, соседские дети, вы для всех их можете выиграть подарки. И действительно здорово, интересно проводить время. И, конечно же, рассказывать детям и родителям, как надо и правильно вести. Потому что, согласитесь, даже дома очень много опасных мест, которые могут, так сказать, подсерегать детей. Это и кухня, и гостиная, и ванная, это и детская. Как их обустраивать, сейчас тоже расскажу обязательно. Какие-то ужасы сейчас настраиваются. А я сейчас не ужасы, я говорю реальности, да. Вот все мы закрываем глаза на реальность. Друзья, звоните по номеру 336-42-75-29. Вопрос сегодня, кстати, вот таким образом звучит, что необходимо сделать в первую очередь, если ребенок получил ожог. Я бы даже здесь убрасывала слова ребенка, что в принципе надо сделать в первую очередь, если вы получаете ожог. Если вы знаете ответ, то звоните, отвечайте на вопрос и забирайте. Вариантов не будет? Нет, не будет вариантов. А я знаю, что надо делать в первую очередь, когда получил ожог. А ты пока молчи, пожалуйста. Надо делать вот так и бегать по квартире. Вот если бы я был ребенком, я делал бы это. А что надо делать не ребенку, а что надо делать взрослому, если вдруг какой-то странный папа. А что делаешь ты? А я вот не расскажу, потому что если я расскажу, я стану обладателем пожарного извещателя, раскраски, расписание для занятий, уроки безопасности и карточкой в дети йети. Если вы знаете все-таки правильный ответ, а я думаю, что вы его знаете, то звоните 336-4275-КО29, либо городской. Городской, Ярослав. 630-620, городской, Ярослав только что сказал. Код 232 для тех, кто звонит с мобильного на городской. Конечно, Вайбер наш открыт, но мы хотим слышать ваши голоса. Вайбер, это 107-420-4КО29, но Вайбер, увы и ах, нам уже раздался звонок, и мы узнаем, кто же у нас претендует на то, чтобы стать обладателем классных подарков от МЧС. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Ольга. Ольга, приятно с вами познакомиться. Ольга, смотрите, у нас вопрос сегодня звучит таким образом. Что необходимо сделать в первую очередь, если ребенок получил ожог? Ну, получается сделать сухую повязочку. И завести в больницу, если небольшая. А что это срочно вызвать скорую? Хорошо, а что вот перед повязочкой все-таки мы бы сделали? Подуть. Надо обработать, только вот не знаю. Знаете, вот я как человек, который очень хорошо знаю первую помощь, я вам скажу, что, ну, немного все-таки нет. Это хорошо, Ольга, значит, не сталкивалась с этим. Так. Нет, нет. Ольга. Это хорошо, что я за... Хорошо, давайте предположим такую ситуацию. Даже вот когда мы дотронулись что-нибудь и дотронулись до горячей сковородки, что мы в первую очередь делаем? Под холод. Ну, так вот, элементарно. А куда именно под холод? Что ближе всего? По воду холодного. Ну, вот, естественно. Также, если и ребенок получил ожогли, вообще кто-либо, нам надо только под холодную воду, под проточной холодной водой. И ничем мы ни в коем случае не обрабатываем. Никакими мазями, никакими маслами, кремами, ничего. Вот, только вода, да, не тугая повязка. И если, конечно, большие ожоги, то уже скорую помощь вызываем. Значит, Ольга правильно ответила. Ольга правильно ответила. Просто сначала... Оля, мы вас поздравляем. Да, мы вас поздравляем. Вы стали победителем. Вы выиграли огромную кучу подарков. Это и пожарный извещатель, и клубную карту в Детиети, раскраску, и книжку по урокам безопасности. У вас дети есть, Ольга? Да. А какой возраст? Двое. И три, и одиннадцать. Ой, молодцы, молодцы. В общем, я вам желаю классного времяпрепровождения в Детиети. И берегитесь, никаких, чтобы ожогов не было. Видишь, Ольга сказала, что никаких ожогов не было. Значит, она правильная мама. Мы вас с этим поздравляем. Но на всякий случай имейте в виду информацию. Да, и вообще все наши радиослушатели. Ольга, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы вам расскажем, как забрать подарок. Ну, а мы с вами, друзья, ненадолго прощаемся. Я Рик Бочковский. Марина Туровец. Встретимся в следующем часе.